всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал размораживала горбушу внутри оказалось икран решила с вами поделиться как можно ее легко и просто засолить готовится элементарно просто получается настолько вкусно что попробовать такую икру я думаю что вы в следующий раз будете обязательно искать самку горбуша для того чтобы полакомиться ей вновь я взвесила у меня здесь получилось приблизительно 50 грамм это конечно не очень много но тем не менее все-таки она есть для ее приготовления нам понадобится вода растительное масло и обыкновенная каменная соль я бы соль с добавками не рекомендовала но вы смотрите сами для начала нам необходимо закипятить воду я ее уже закипятила и остудить приблизительно до 50 градусов затем переливаем в емкость и добавляем сюда столовую ложку с горкой обыкновенной каменной соли теперь необходимо соль растворить в воде размешиваю венчиком до полного растворения соли так как у меня соль была каменная на дне остались камушки и для того чтобы они не портили вкус икры я эту воду перелью в другую емкость переливаю через сито все камушки у меня остались его на дне теперь сюда я опускаю икру и предварительно ее не промываю ничего не делаю единственное что у меня часть икринок была как бы снаружи рыбы поэтому я их тоже здесь оставила но остальную часть я от плевок ничего не очищала перекладываем прям так и теперь начинаем аккуратно перемешивать венчиком нам необходимо чтобы икринки отделились у меня икра уже отделилась и осталось здесь вот на пленочке буквально по несколько штучек это можно уже отделить вручную эту пленочку выкинем вот так легко и просто можно отделить икру от пленки теперь необходимо икру оставить в соленом растворе на три минуты для того чтобы икра у нас просолилась засекает три минуты и оставляю у меня прошло три минуты сейчас мне необходимо эту икру откинуть на дуршлаг для того чтобы слить жидкость а вот столько икры у меня получилось ну я тут немножко разлила сразу за собой переберем теперь необходимо икру промыть чистой холодной водой я делаю прям над этой же миской просто обдаю немного чистой холодной водой и отбрасываю икру в емкость в которой она у меня будет храниться и теперь к промытой икре добавляю приблизительно пол чайной ложки растительного масла у меня это обыкновенное подсолнечное которое рафинированное без запаха и хорошо все перемешиваю икра уже готова к употреблению ее можно есть прямо сейчас посмотрите какая икра в итоге получилось все икринки целые одна в одну и она получается в меру соленой не пересоленная если вы хотите это можете употреблять ее в пищу прямо сейчас ну или же хранить в холодильнике в герметичной закрытой посуде приблизительно трое суток не забывайте меня поддерживать подписывайтесь кто еще не подписан ставьте лайк пишите комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями также не забывайте нажимать на колокольчик для того чтобы не пропускать и выходы моих новых роликов